Просто хочу ещё раз поделиться инсайтом, да, в принципе это давно уже ясно, но напомнить вам, да, это важный инсайт по поводу бедных и богатых, по поводу денег. Я вам хочу объяснить, кто такие богатые, кто такие бедные, потому что очень у многих людей есть непонимание по поводу того, кто это такие. Бедные и богатые это не количество денег, вам нужно вот это понять, это не имеет отношения к количеству денег. Потому что бывают богатые люди, которые временно могут находиться даже в минусе. Вот вы же знаете историю Трампа, например, да, который был в минусе в миллиард долларов. Но он богатый человек по своей натуре, по своей природе, да, и поэтому он очень быстро вылез из этого минуса и стал в плюс опять. Так вот, богатые и бедные отличаются следующим. Богатый человек — это человек, у которого большой исходящий поток, это человек, который созидает. Богатый, да, богатый — это от слова «бог», да, то есть приближенный к своей божественной природе. А божественная природа, она же креативная, она созидательная, да, то есть то, что внутри нас, вот эта вот наша исходная духовная сущность, она креативная. Она из себя представляет нечто, как потенциал всего остального. Это вещь, которая из ничего делает всё, понимаете? То есть она является собой потенциалом, потенциалом. Так вот, чем ближе человек приближен к этой сущности своей, чем больше он может креативить, создавать, производить, вкладывать, нести ответственность за производство, доведение, скажем так, этого креативного процесса до нужного результата, тем больше он богатый. Чем больше человек настроен на взять, получить, ходить с протянутой рукой, искать где-то деньги, да, вот дайте, 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 вот это вот. То есть у него акцент на входящий поток. Он всё время ищет, где взять, где взять, как меньше отдать, как меньше создать, как можно больше забрать. Это бедный человек. А бедный происходит от... человек от беды происходит, да, то есть человек, который всё время в беде. Иначе говоря, он находится просто в таком состоянии, он в беде, можно сказать. То есть бедный человек, оторванный от своей духовной природы, от креатива, от какого-то знания, кто он такой, как вот проявляться в жизни, как это вообще жизнь устроено. Поэтому богатый человек, это человек, который создаёт, не который обладает большим количеством денег, а человек, который способен создавать игру, создавать какие-то ценности, достигать цели, брать и делать, доводить, управлять, администрировать. Вот это богатый человек. Это не связано с деньгами. Просто благодаря тому, что он способен всё это делать, создавать, управлять, доводить, у него неизбежно появляются деньги. Деньги — это уже входящий поток, да, который следует за его исходящим потоком. Затем, что он постоянно создаёт, вкладывается, вкладывает свою энергию в то, чем он занимается. Он берёт и делает, берёт ответственность за какую-то область, за одну область в своей жизни, потом за другую область, ещё за какую-то. Он в разные области идёт и доводит там дела до того состояния, в котором он хочет, чтобы эти области находились. Потом эти области он начинает уравновешивать между собой, да. Потому что есть такие богатые, которые вот в одну область он очень развит, в другую область, в другую сферу жизни там не развито. Такого тоже много может быть. Но это очень сильно зависит от человека. То есть есть люди, которые не научились хотя бы в одной области доводить дела до хорошего состояния. Они концентрируются полностью на этой области, добиваются того, чего хотели. Потом понимают, этого недостаточно, понимают, что жизнь — это, скажем так, многосферная вещь такая, да. Потом идут в другую область, там начинают тоже доводить дела до нужного состояния. И вот так они постепенно расширяются. Расширяются на все ключевые области жизни и выстраивают такую жизнь, которую они хотят. А бедные люди, они даже могут иметь много денег. Вот, например, вор. Вор, который крадёт деньги, это бедный человек на самом деле. У него может быть много денег, но при этом он бедный. Потому что он ничего не создал, он украл. Он взял то, что он не заработал, то, что ему не принадлежит. Очень часто люди, которые зарабатывают деньги чисто на спекуляциях, ничего не производя, ничего не создавая, это тоже бедные люди. У них могут быть деньги, но они с этими деньгами не могут быть счастливы. Потому что они не реализуют свою божественную креативную природу. Понимаете? То есть они вроде обладают какими-то даже ресурсами, но они их честно не заработали, они их где-то взяли нечестно. И за счёт этого они будут иметь карму, будут иметь какие-то последствия. За то, что они где-то взяли то, что они не заработали. То есть они что-то не создали, не дали, но взяли. Вот есть такой паразитизм. Есть люди, которые хотят только брать, 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 и не хотят создавать, и не хотят отдавать. Это люди оторванные от своей креативной божественной природы. Это люди, которые находятся глубоко в ложном «я». Они не знают сами себя, у них вот эта вот бесконечная жадность, да, ещё, 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 нахапать побольше, побольше, побольше. И при этом как можно отдать поменьше, да. Вот это бедный человек. Поэтому, когда ко мне приходит, например, какой-то человек, я сразу смотрю, на чём акцент. Он ставит акцент на том, чтобы создавать, предоставлять, давать, или он ставит акцент на том, чтобы побыстрее хапануть где-то, побыстрее забрать мои деньги, например, да. Он ко мне пришёл, я ещё не понял, что он создаёт, я ещё не понял, как он проявляется, но он же хочет побыстрее деньги получить от меня, понимаете. Это бедный человек. Это не человек, с которым ты сможешь сработаться, каши сварить. Потому что он пришёл, он нищий, он вот дай денег, быстрее денег дай. У меня там куча потребностей, да, он сконцентрирован на этих потребностях, на том, чтобы брать, потреблять. Он сконцентрирован не на производстве, он сконцентрирован на потреблении. Если у человека вот эта зацикленность на потреблении, на том, чтобы брать, это бедный человек. Это не креатор, это не человек, который от души может брать и создавать что-то. Он ради потребления, ради денег как-нибудь что-нибудь будет делать, лишь бы побыстрее это получить, да, а не что-то создать, что-то внести креативно, принести какую-то ценность. Вот это ключевой момент, и через этот ключевой момент вы можете в том числе понимать, с кем вы имеете дело. Вы с нищим имеете дело, с бедным человеком, с потребителем, с человеком, который находится в паразитическом состоянии, или вы имеете дело с творческим человеком, с человеком, который понимает, как жизнь устроена, понимает, что сначала надо создавать, сначала нужно себя показать, сначала нужно себя проявить, показать, как какой ты на делах. И те люди, которые пригласили, например, тебе, ну, дают какие-то задачи, они же должны посмотреть, что ты из себя представляешь во времени. И когда ты уже себя проявляешь, как креатор, как ответственный человек, как человек богатый, способный что-то созидать, креативить, предоставлять какую-то ценность, тогда тебе уже наступает ответный входящий поток за то, что ты делаешь. Или если тебя не ценят, то есть ты вносишь, ты что-то создаёшь, тебе достаточно не дают обратный поток, нету равновешенности какой-то, ну, значит, просто с той стороны потребители, да, с той стороны небогатые люди, понимаете? То есть если ты исходно креатив, как бы ценность, делаешь всё на совесть, классно, и тебе не дают за это поощрение, значит, воры с той стороны. Тебе просто, ну, как бы ты что-то вложил, у тебя бесконечно, понимаешь? Вот ты как бы бесконечная батарейка, бесконечный источник. Ты что-то вложил, тебя не оценили здесь, ну и в чём проблема? Не оценили, значит, не работаешь здесь, идёшь дальше и ищешь, где тебя оценят, где твои таланты, где твою энергию, где твоё качество, которое ты можешь создавать, где это будет оценено. И вот там, где есть естественный обмен, да, ты что-то создаёшь, тебя потом за качество того, что ты, за полезность того, что ты создаёшь, поощряют нормально, вот здесь наступает естественный нормальный обмен. Им хорошо, тебе хорошо. И тогда ты постепенно трансформируешься всё сильнее в богатого человека, в креатора. Креатор – это богатый человек. Креатор – созидатель. Ему не жалко, он может и бесплатно что-то сделать. И многие креаторы всегда начинают с того, что они очень много бесплатно делают. Когда ты начинаешь какой-то проект вот в том же самом инфобизнесе, тебе очень много надо будет бесплатно давать интервью, создавать какой-то контент, распространяться, показывать свою экспертность, да, приходить, участвовать в каких-то коллаборациях, в каких-то вебинарах. Это всё, что ты вносишь, вносишь, сеешь, создаёшь, создаёшь. И просто через какое-то время ты уже начинаешь потихонечку подключать туда монетизацию. Потихонечку брать ответственность за то, что ты кого-то обучаешь, кого-то доводить до результатов каких-то и брать за это деньги. Понимаете? А основная же маца людей, у них совершенно другая философия. Они приходят, и вот у них прямо эти деньги в глазах. Они прям хотят побыстрее вот это оторвать у тебя с руками твои бабки. У них одна мысль в голове, где взять деньги? Где что-то вот взять, 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 чтобы удовлетворить свои желания, потребности? Вот только на это настроено всё. Не на отдать, не на развиться, не на принести ценность. Только взять. И вот когда я вижу это, только я вижу, что у какого-то человека начинает акцент быть на брать. Всё, я с ним не хочу иметь дел, я не хочу с ним сотрудничать. Если деньги стали слишком много решать, если ты зацепился за бабки, всё, невозможно с тобой работать. Эти деньги, они встанут вот буквально колом в этих отношениях, будут портить отношения человеческие чисто. И будут, ну, отравлять всё. Понимаешь, деньги не должны ничего отравлять. Это естественный итог за ту ценность, которую ты создал. Если ты договорился с каким-то человеком, и ты сделал именно то, что ему полезно и ценно, то, что он хотел, заплатит он тебе деньги. Если не заплатит, он обманщик, он потребитель. Не надо, то есть ты столкнулся, он тебе не заплатил. Всё, не надо с ним больше общаться. Ты уходишь отсюда и больше здесь как бы не пытаешься взаимодействовать. Потому что тот уже себя проявил, да? Он у тебя брал, 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 и тебе ничего не отдал. Он не уравновесил это. Соответственно, это нечестная сделка, это какой-то опять паразитизм, потребительство. Тебе не надо здесь продолжать оставаться и надеяться на что-то. Тебе нужно смотреть на дело, на результаты, на дела, на поступки другого человека. Никому не верьте на слово, смотрите на поступки. Смотрите на честность, смотрите на качество, смотрите на этичность отношений. Насколько честно эти отношения происходят. Насколько честный отмен, насколько оба чувствуют в сделке, что они удовлетворены друг от друга. Понимаете? Вот такие отношения должны быть. Стороны должны договориться и должны быть удовлетворены обе стороны. Должен быть вин-вин. Если кто-то начинает проигрывать, а другой за счет его проигрыша больше выигрывает, все это дисбаланс. Это опять тот, кто у тебя хочет забрать что-то побольше, нахапать. Это бедный, это признак не богатого человека, это признак бедного. Это признак, ну вот этого, как это сказать, нахапщика какого-то, да, нахапщика. А нахапщики это не богатые. Богатые это созидатель, исходящий, вот создать, организовать, чтобы всем хорошо было, чтобы создать такую ценность все радовались. Понимаете? Вот это богатые. Чтобы я радовался и вокруг меня тоже люди радовались, чтобы я достигал свои цели за счет того, что люди вокруг меня достигают свои цели. Чтобы я удовлетворял свои потребности за счет того, что люди удовлетворяют свои потребности вокруг. И все это было гармонично. Вот это богатство. А бедность это бабки, бабки, где взять бабки, все вокруг бабок. Где взять, взять, взять хождение вот с этой протянутой рукой. Куда бы устроиться, лишь бы заработать побыстрее деньги и потратить на свои желания. То есть вся мысль, всё внимание на том, где взять. Не на том, как мне сделать на совесть что-то. Как мне прийти и что-то реально сделать от души для людей. Вот так, чтобы они порадовались. Не просто как бы деньги с них взять, а ещё чтобы порадовались они. Чтобы была клиента-ориентация, да, или там работодатель-ориентация. То есть вот эта душевность называется, ты не только о себе думаешь, о других людях думаешь. О качестве жизни этих людей. Ты не только себе причиняешь как бы радости и счастья. Ты понимаешь, что твоя радость и твоё счастье зависят от того, насколько ты можешь причинять радость и счастье другим людям. Понимаешь? Или если кто-то вокруг тебя пытается обмануть, использовать, проманипулировать, отобрать. И таким людям не надо радость причинять. Таким людям надо говорить, нет, стоп, хватит. Это не честно. Так не честно. Мы так не будем сотрудничать. Мы так не договаривались. Если я тебе даю, 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 а ты мне. Вот потом. Это потребительство. Мы так не будем с тобой строить отношения. Должен быть естественный обмен. Если нет естественного обмена, ну извини, отношения не получаются. Значит, мы с тобой не будем дружить, не будем работать, не будем иметь какие-то общие дела. Потому что ты потребитель. Ты берёшь и не хочешь гармонизировать эти потоки обмена. Ты просто меня используешь в своих целях. Такого не должно быть. Вот это я сегодня вам хотел объяснить. Вот кто такой богатый. Богатый. Давайте подытожим. Богатый человек. Это тот, кто настроен на креатив, на созидательность, на конструктив, на принесение пользы, ценности, на то, чтобы достигать свои цели за счёт того, что я помогаю достигать цели другим. На честный обмен, на уравновешивание потоков и на сотрудничество с такими людьми, которые тоже хотят созидать, тоже хотят больше отдавать, чем получать. И когда, вот у меня всегда так в бизнесе было, если я вижу, что человек вкладывается от души, если он создаёт, если он на совесть делает, я, у меня просто, моя совесть не позволяет его не поощрить за это. То есть я обязательно ему заплачу, если он действительно молодец. Но если человек делает говно, если он делает тяп-ляп и не заинтересован в том, чтобы удовлетворить меня, а он только заинтересован в том, чтобы получить мои деньги, как только я это увижу, я с ним прекращаю отношения. И именно только так можно строить действительно нормальные, продуктивные, конструктивные, творческие команды. И только так можно добиваться каких-то общих, больших целей. И никак иначе. Всех паразитов надо вычислять на ранних стадиях и нахер, выкидывать из своего окружения. Паразитов не должно быть. Не должно быть потребителей вокруг вас. За исключением детей, наверное, да, ну дети, они просто до определённого момента на вашей ответственности, на вашем содержании, потому что они растут, они пока ещё не способны приносить ценность, да. Или старики, ну люди, которые уже в таком состоянии находятся, что они вообще не способны о себе заботиться. Тогда вы можете взять за это ответственность и помогать им как-то, да. Но если вы видите, что человек вроде здоровый, вроде он может, но он висит у вас и пользуется вашими ресурсами и благами и не даёт никакого обмена, он просто паразитирует на вас. Такое нужно видеть и понимать, что вы богатый человек, на вас висит бедный потребитель, но он хочет за счёт вас выживать как-то и пользоваться вашими благами, ничего не давая в обмен. Это надо прекращать, такие вещи надо прекращать. Всё, на этом всё, спасибо, что были, понравилось, лайки, сердечки, подписывайтесь, давайте, до следующих встреч.